Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и это продолжение партии за майя. Сидмерс Цивилизейшн 5. Игра на шестерых. Если вы смотрите не сначала, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. А всем остальным приятного продолжения просмотра. Так ты чё, просто войну что-то? Нет. Или чё? Да, а так нельзя было? Я же спросил. Диэв пак чё не значит? Мне сказали, что нет. Ну да, ничего не значит. А что ему, нельзя было войну объявить Лаки? Ты поясни свою позицию. Лаки. Да не-не-не, я имею в виду две армии-то. Просто ядер что-то, что-то сбросил. А, типа просто объявил войну и ничего не происходит? Ладно, давай. Блин, ты только сейчас в атомную эру вышел? Да. Блин, аж три ученых появилось. Так, ну вот какая у нас карта. Берлин, Гамбург. Гамбург офигенно, кстати. У него Петра очень неплохая. Берлин, Гамбург. 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 ну зачем лайки на я не знал лёш я забыл что это его город думал сейчас грешка будет мобайл тактик сом еще не вышел и и и и и и и и Продолжение следует... 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 Да, если честно, Лёш, я уже замучился тут плавать. В каком смысле? Ну, искать твои подлодки. А, ну... Не расстраивайся. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует... 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 Слушай, ну, Лаки, двойной ход. Извините, конечно, но я только одним юнитом походил, а ты мне захватил столицу. Ну, ты XCOM ударил. Просто ты одним ходом ударил XCOM и всё, даже не обстреливал бомбардировщика? Нет. Ну, это офигеть. Там... Я же её до нуля опустил, а что там она чуть-чуть... Ну, так он восстановился и стал красным. У меня тройная прокачка. Да не, это хрень какая-то. Ну, чё, грузим или... Ну, ладно, продолжаем, чё тут. Если он действительно только XCOM ударил, то странно, по-моему. Ну, ладно, ладно. Как-то странно это, но, блин, и ученый срезетился. Я сейчас видео посмотрю. В общем, я посмотрел видео, но, собственно, вы можете тоже отмотать назад и увидеть все это видео, что Лаки, сделав двойной кубом, сразу обстрелял самолетом, а потом сразу икс хоум захватил. Так, ты ходишь, Лёв? Сейчас смотрю. Нет, не хожу. Так, карпугалец. Мне предоставляется право выйти и зайти. Я сейчас смотрю просто. Ну чё, воюем как он зеленым станет? Да. Ну, я икс комом беру без обстрела. Ну хорошо, не обстреливай бомбером, бери икс комом. Ну, видишь? Ты видишь это? Ну, вообще показывал, что берет странный. Очень странная. Да. Ведь это не был. Ребята. Ну да, так ли. Бери. страна почему они могут крепость поставить ядерное заражение что из-за этого португалец ёперный театр простите я забыл грузим походить никто не успел вообще я хожу кстати ничего воюем для хочу ход-то прошел ну не знаю а 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 г а а а а а а а а а к Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... 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 ему удобно. Хотя он просто ко мне поставил, но у меня как бы… Ну, знаешь, вот есть такое ощущение неизвестности, понимаешь, иначе мы играем, общаемся постоянно, и там все такие вот, там-то находится, вот там такое-то чудо, а здесь вот так играя, ты не очень понимаешь, где, кто и как, и ты немножко по-другому действуешь, у тебя другое развитие идет, не очень там заморачиваешься по поводу того, что там у других вообще, то есть ты именно играешь от того, что у тебя есть, в этом есть какая-то новизна. Не, не, не интересен, безусловно, интересен, потому что иначе вот ты, знаешь, к двадцатому ходу уже знаешь, все на карте такой, потому что все уже всем рассказали, кто там, кто Петру, кто на солях, там прочее-прочее. А так у тебя вот есть определенные, во-первых, надо самому больше, вот я сейчас больше скаутов построил, чтобы просто лучше знать, где, что и кто как находится, специально, потому что никто тебе ничего не расскажет нифига. Кроме того, специально думал уже куда шпионов посылать, то есть я сразу отправил к португальцу, чтобы с ним договариваться по поводу Венеции. Тут еще видишь, тут венецианец, конечно, он не ожидал, почему он во фрегаты не вышел, я не понял. Я никогда в жизни не оставлю Венецию в покое в сетевой игре, потому что во второй половине у него просто туево хучу этих денег, и он направо-налево может покупать что угодно. А, знаешь почему, слушай, какого-то тут, а ты напрямую фрегаты шел, без индустабилизации, я просто забыл. Ну да. А, вот, а он пошел за Биг Беном, скорее всего, красавица. Так я еще плыл к нему, у него там три ремы стоят, просто ты мимо них так плывал. Нет, дело не в этом, там то, что ты плыл фрегатами, там уже как бы он ничего не сделал. Я говорю то, что ты вышел в фрегаты для стерилизации, а он туда пошел, потому что хотел Биг Бен забрать. То есть он реально понадеялся, что ты не будешь трогать его. Ну, ошибся. А, причем он еще в архитектуру, по-моему, подшел. Да. В школу. В школу. Ну да, то есть как-то он хотел это самое. Был бы ты на фрегатах и он тоже, то он бы остался бы в игре. Ну, Сириус, если бы посопротивлялся еще побольше, хотя там, я так понимаю, ему уже особо нечем было, я бы на Талю позже. На тот же Кабул я бы позже туда приплыл бы и, соответственно, твои подлодки не уплыли бы. А, да. Кстати, у меня только две подлодки было, ты их собственно и убил. Да, да. Я вот... Ты вот, кстати, не из города надо было подлодку вытаскивать. Я видел, что она у тебя стоит. И у тебя была одна наверху. Нет, и одна наверху была у тебя, нет? Ну, да. Вот. А ты из города, я видел, как ты кликнул ей. Надо было верхнюю ныкать дальше. Я бы ее не увидел бы. А так... Ну, у меня сомнений. Я думаю, у тебя там дофига уже этих морских юнитов было. У меня сомнений, что я все равно бы смог доплыть. Да, у меня два круизера было и две обычных подлодки. У Кав-3. Ну, может быть, я ее нашел бы, не знаю. Я не понял, что португалец не вышел в ядерки так долго. Ничего не кинул. Ничего тебе не сделал. Ну, еще португалец там хора нету. Воли. Вот, пожалуйста, наука просила. Автократия. Почему еще? Да, да. И еще вот реально у меня шпионов всех убивали. То есть я там... А, да. И не сырил. А у меня ни одной технологии, по-моему, не убил. Два или три раза убил его. Ну, это, конечно, печат для автократов. У меня раз десять их, ну, с небольшим убили. Еще тупо я замирился там. Ну, видел, что Сириус просил по счастью. Я такой думаю, дай ему кину что-нибудь. Открываю, короче, смотрю. О, можно кинуть там два ресурса Китаю. А потом понимаешь, что я кинул тебе мир. Вот так. А ничего бы ты не сделал бы все равно. Ты у меня флот убивал, знаешь почему? Потому что я сидел в начале флота, я мониторил, что там Леша строит. И, как бы, я на его фронте был. Поэтому там, когда пеленкоры там падали, то ты живил, я тебе там не сопротивлялся. Я потом там переключался и обстрелил. Мне, как бы, было важно смотреть, что там у Лешки есть. Есть у меня инженера, нету. За инженери там пихали нет. Я купил два инженера с Веры. Вообще, на самом деле, по-хорошему, если бы ты не убил меня деталь... А вот на какой ты там второй мой город кинул? Да, я видел, она у тебя появилась. Вот если бы ты там не убил деталь, я бы повидел. А так мне пришлось две детали лишние строить, получается. Она у тебя там, кстати, долго почему-то стояла, Лёд. Ты думал, что у меня там нету шпиона? В смысле, долго? Ну, она у тебя в городе была, не знаю, секунд пять, наверное. Ну, извините, что она не ломанулась сразу оттуда. Ну да, я вот это сам. Я ещё думал, может, глюк какой-то. Я кидаю ядерку, и у тебя... А, не-не-не, я вспомнил почему. Там у тебя X-ком был, я не мог её сразу в столицу перекинуть. И у меня немножко задумался, типа, куда её... Ну, просто клетки две от города двинуть надо было. Так, а в ядерке-то я вышел, просто рано не было. И у Лёши тоже, я хотел у него спросить, не смотрю. У Лёша был, он просто строил две ядерки. Ты можешь спросить, ты не смотри, что нету. Ты страшный по будущему. А вот, опять же, я не знаю, у тебя деньги были в португалице? Я вот даже не смотрел. Ну да, денег. Ну, там надо было скинуться, наверное, вдвоём. Может быть, укупили бы. Ну... Да, мог, мог, по-купу, да. Ладно, спасибо за груз. Да, Лёш, спасибо за... Новые, новые стандарты, может быть. Спасибо за меня. Тренд СФА теперь будет. Ну, это, во всяком случае, интересно. Да, необычно, но... А ты, кстати, с кем-нибудь общался в привате? Я... Сириус мне там... Не, ну, такого не было, у нас прям, чтобы кого-то пойти попилить. Сириус там что-то просил у меня. А, шпиона убрать. Ну, я не стал убирать. Но он всё равно украл пех. А так, ну, конечно, он отстал сильно. Не знаю, шведов это он. Да и я на его месте по воле, наверное, не играл по пятью. Ну, он прям так в шведы упоролся. Прям захватить шведов. Я, кстати, так и не увидел там у них территорию конкретно. Ну, у шведов сольня под горой была хорошая. С одной солью там... Куча выгонов у него там. Неплохая река хорошая. Толмов, правда, мало. Не, а к тому, что оно того стоило, типа... Там не было вариантов других, да? Ну, у них, получается, между столицами клеток двенадцать, наверное, и швед поставил город. Вот. И, получается, там от этого города там пять или шесть лет до Рима было. И, как бы, вот, я не видел, что он не зову шведов, но и Сириус говорит, что там хорошие города были, но шведы, опять же, и вышел он там потом поставил. Хельсинк тоже неплохой. В принципе, он мог избежать этого конфликта. Не знаю, зачем он ему на лицо город ставил в Левику. В такой территории, как бы, он мог неплохо достаточно пойти. Ну, ладно, спасибо за игру и спокойной ночи. Спасибо, что засорили до конца. Я, Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы засорили до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры. Играйте. Играйте. Играйте.